Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok И эти предложения ежегодно, из года в год, идут с намерениями увеличить тарифы в разы. Вот для сведения, последнее заявление, которое сегодня рассматривается, в том числе ФАС России, содержало, чтобы по одному из тарифов рост в уступе предусмотрела ростом 13,6 раз. Заметьте, пожалуйста, не на процентных отличий, идет речь идет в разы. Первый долгосрочный период регулирования для общества был сформирован в 2015 году на три года. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И когда выносила сбор прекрасных исполнений, то, собственно, как она это написала, мы пересмотрели только полезный объем слабоэнергеризованных потребителям. В 1 сентября 2015 года тарифы были пересмотрены обществу, и дальше уже общество начало использовать свои тарифы в соответствии с законодательством. Таким образом, в 2015 году мы исполнили все решения, и у общества никаких выпадающих доходов, убытков от регулированной деятельности не должно было быть. Если бы предприятие работало в соответствии с теми параметрами, которые были, в том числе, так скажем, проэкспертированы в ФАС-России. Значит, вот на втором слайде подтверждены уже споры по 2018 году. Поскольку в ФАС-России преобразованным было в тём объединения ФАС-России, в ФАСе оспаривать 4 тарифа. Два тарифы на передачу тепловой энергии от источников ФАО, производимый в ФАС-России, и тепловую энергию от Чибаева. Также осматривать тарифы на тепловую энергию от Чибаева и энергию от Чибаева. Сумма с нагласить заявленная. ФАС-Россия составляла. В ФАС-России, вы как на слайде видите, 69 миллионов. Из этих 67 миллионов, 16,9 миллионов, 24,6 процентов, в ФАС-России было принято решение, что часть требований общества была обоснованной и было удобно, значит, на подписание пересмотреть тарифы. Также в 2016 году данные тарифы будут регулированы, были пересмотрены. Таким образом, для возникновения по данным четырем тарифам каких-либо убытков у общества нет никаких причин, если общество само не произвело бы излишней затраты сверх обозначенных затрат в необходимой баллонной производственной предприятии. Также в 2016 году в Верховной Солнечноморской Республике были поданы, значит, дела по признанию невеликой причины двух тарифов. Это два тарифа на тепловую энергию, поставляемую в городе Чбанцара, и тариф на передачу к тепловой энергию, как в истории Павлия Плюс, также в городе Чбанцарскую. Здесь заявлялись затраты по статьям Комиссации технологических платежей технологии и техновой энергию выносителя, которая в тарифе у службы была предусмотрена в размере нормативных технологических платежей, утвержденной внестроенной ЦУВШ. Также требование же общества было в том, чтобы предусмотреть их фактические затраты, какие вот сегодня происходят в сетях, то они просили предусмотреть тарифы. Также общество считало, что в тарифах заниженный размер расходов на электронные объемы, холодную воду, арендную плату, нормативную уровень прибыли, расчеты на прибыль и подачи заходов. Осваливались и объемы полезного вода с тепловой энергией. Продолжение следует...